Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно? Мы вас прекрасно слышим, пока не видим вашей презентации. Уважаемый Георгий Иванович, Григорий Владимирович, спасибо за приглашение и возможность выступить традиционно в рамках Конгресса, который уже много лет мы участвуем, и традиционно поднимает тему опухоли позвоночника вопросы протезирования при хирургическом лечении заболеваний, метастатическом заболевании позвоночника. Традиционно, в первую очередь, примерно на 95-96%, позвоночник при опухолем поражении поражается за счёт метастазов. Традиционных опухолей на самом деле действительно не очень много, то есть составляет в среднем 4-5-6%. Основная излюбленная локализация – это грудной отдел позвоночника, чуть меньше – это поясничный отдел, и до 10% – это поражение шейного отдела позвоночника. Вообще, вортебральный метастаз практически у 10% всех онтологических пациентов появляется, и до 10-20% эти метастазы, уже сдавливая спинной мозг, вызывают неврологическую симптоматику. В первую очередь, среди женского населения чаще всего – это рак молочной железы, у мужчин – рак предстательной железы. Третье место по частоте – это поражение лёгкого и почек. Принцип хирургического лечения на сегодняшний день очень многогранен, он достаточно сложен, мультидисциплинарен и в себе включает как минимум три составляющих – нейрохирургическую, ортопедическую и онкологическую. Нейрохирургический принцип – это принцип полноценности, это компрессия спинного мозга, связан в первую очередь для того, чтобы восстановить проходимость спинного мозга и создать условия для способности пациента за собой ухаживать и получать дальнейшее лечение. Ортопедическая составляющая – это, естественно, стабилизирующий момент, и онкологический принцип – это принцип радикальности или максимально возможного хирургического удаления на уровне поражённого тела позвонка. Излюбленная локализация метастаза – это задняя половина тела. Ныне более реже встречается заднее отдело позвонков. Очень часто поднимается вопрос, какая необходимость разработки новых методов, которые мы видим в рамках ГНТП, если много лет уже используется вентральный спонзилодез, ауто-аллотрансплантантами. И в ходе изучения были выявлены те недостатки, которые не устраивают в первую очередь в онкологии. То есть если они могут использоваться в травматологии, то в онковортебрологии методы вентрального спонзилодеза ауто-трансплантантами недопустимы. И за счёт выехов, и переломов, и достаточно высокий процент несостоятельности спонзилодеза, также вопросы продолженного роста опухоли, длительный постельный режим, который не позволяет нашим пациентам получать специфическое лечение, ношение корсетов, ограничение возможностей проведения ночевой терапии, ну и дополнительные травмы, связанные с забором этих трансплантантов. Начиная с прошлого века начали разрабатываться различные металлоконструкции вентральной стабилизации, которые были и стержневые, и пластинчатые, причём в 1987 году впервые КОП с переднего доступа установил металлоконструкцию, которая позволяла в раннем послеоперационном периоде вертикализировать пациентов и начинать активное противоопухолевое лечение. Анатомические образования и особенности строения грудного, поясничного отдела и шейного отдела в принципе позволяют выполнять хирургический доступ как справа, так и слева с учётом технических нюансов. Но хирургическое вмешательство само по себе выглядит достаточно стандартно в зависимости от уровня поражения. Либо стороны поражения — это либо правосторонний, либо левосторонний доступ. На грудном отделе до уровня ТН11 — это торакотомия, грудно-поясничный — торакофрена-люмботомия, и в поясничном отделе — это забрюшенный классический доступ. Для шейного отдела — это классический вариант операции Кловарга. В своем материале мы проанализировали хирургическое лечение 32 пациентов, которым было выполнено удаление опухоли и эндопротезирование. Причём основной диагноз у пациентов — это были миелома, саркома, хардома, ОБК. У 23 пациентов это метастазы чаще всего, колоректальный рак, молочная железа, почка и так далее. Длительность операции составляла в среднем от 80 до… то есть от полутора где-то до трёх часов. Для хирургического лечения отбирались пациенты в первую очередь с выраженным болевым синдромом, это 69%, и минимальным неврологическим дефицитом. Более того, для эндопротезирования отбирались пациенты с минимальным количеством метастазов, то есть, как правило, до трёх, нераспространённым процессом до трёх метастазов для того, чтобы можно было выполнить максимально радикальное хирургическое удаление. При этом была положительная динамика в регрессе болевого синдрома и в регрессе неврологического дефицита в виде корешковой синтоматики, которая была минимизирована, и улучшения были по классификации Френкель. Мы в своей работе используем разработанный нами эндопротез Медбиотеха, который существует на сегодняшний день в трёх вариантах — шейный, грудной и поясничный, они телескопические, выполнены из биоми-инертного материала ВТ-1.0 и ВТ-1.6 и используются на сегодняшний день в нашей республике практически на всех уровнях поражения позвоночника. В качестве клинического примера я могу предоставить пациента с метастазом рака почки в центре позвонка. После предварительной эмболизации выполнено удаление тела С3 позвонка, декомпрессия спинного мозга, эндопротезирование шейным эндопротезом. Ходросаркома С4. После субтотальной резекции декомпрессии спинного мозга установлен эндопротез шейного отдела позвонка. Метастаз рака предстательной железы в тело С6. Удаление опухоли, декомпрессия спинного мозга, эндопротезирование на уровне С6. Метастаз рака лёгкого в Т8. Трансторакальная операция, удаление тела позвонка, декомпрессия спинного мозга, восстановление опроспозобности позвоночного столба и эндопротезирование телом позвонка. При операции Грюнвильда, когда первым этапом выполняется резекция верхушки лёгкого, частичное тело позвонка и замещённый дефект, в данном случае выполняется телескопическим эндопротезом тела позвонка. Метастаз рака лёгкого в ТАЖ-10. Удаление тела позвонка с декомпрессией спинного мозга, эндопротезирование. Метастаз ТАЖ-8, ТАЖ-11, достаточно на большом протяжении, позволяет нам за счёт телескопического возможности эндопротеза заместить два тела позвонка. Метастаз рака молочной железы. После декомпрессии, путём торакофренотомии, выполнено удаление опухолей, декомпрессия и эндопротезирование эндопротезом. Гистиоцитоз Л-1, также удаление эндопротезирование. Метастаз холангицеллюлятного рака печени в Л-2 позвонка. Видите, до операции поражение преимущественно левых отделок левостороннего доступа, удаление опухолей тела позвонка, эндопротезирование. Метастаз рака теломатки в Л-3 позвонка, также удаление опухолей, эндопротезирование. Метастаз рака в ТАШ-6 позвонка. Это картина до операции. И после операционного периода на КТ, установка эндопротеза, контроль стояния винтов в телах позвонков. Метастаз рака щитовидной железы в Л-3 позвонка. Состояние после операции, контроль стояния винтов в телах позвонков, восстановление проспособности позвоночника. Метастаз плоскоклеточного рака в ТХ1 позвонке после операции. Удаление опухоли, установлен шейный эндопротез из переднего хирургического доступа, контроль стояния. Метастаз рака седьмовидной кишки в Л3 позвонка. До операции и состояния эндопротеза контроль удалённого объёма опухоли в послеоперационном периоде на компьютерной томографии. Имели четыре случая осложнений. В трёх случаях было кровотечение, которое, как правило, это были операции с метастазом рака почки, которая потребовала выливания компонентов крови. И в одном случае было повреждение кишки пациентка, которая ранее была выполнена лапротомия и был выраженный спаечный процесс интрооперационно. Значит, послеоперационные осложнения были у пяти пациентов, нестабильность металлоконструкции после протезирования, локальное прогрессирование опухоли, что потребовало замену эндопротеза сетчатым блантатом на 10-й день, после расширенной декомпрессии, нагноение послеоперационной раны, сформирование пищеводного свища, инфекция мочеводящих путей и серома в области послеоперационной раны. Практически у 90% пациентов отмечено улучшение в нейрологическом статусе и у 96% уменьшение болевого синдрома. Сочетание эндопротезирования с аутотластикой позволяет создать на месте удалённой опухоли формирование костно-фиброзного блога и создаёт оптимальные условия для продолжения специального противоопухолевого лечения. Пациенты все были вертикализированы в ближайшее послеоперационное время, на вторые и пятые сутки. И средний послеоперационный койкодень у этих пациентов составлял 10-12 дней. Таким образом, эндопротезирование позволяет одноэтапно восстановить опроспособность позвоночного столба, обеспечить спондиладез без дополнительной задней стабилизации пациентов с опухолем и поражением тем позвонков с целью продолжения лечения основного заболевания. Спасибо за внимание. Продолжение следует...